Саш, скажи, как трудно тебе было определиться с выбором будущей специальности в туристические годы? Ой, это была целая история, ее рассказывать надо будет очень долго и во времени затратно, поэтому я думаю, что на самом деле это сложный вопрос выбора для каждого абитуриента. Знаешь, да, но возможно решение этого вопроса мы найдем прямо сейчас, пообщавшись с нашим следующим гостем, поэтому отправляемся, да, прямо туда, потому что я тебе скажу честно, вот для меня выбор специальности был совершенно несложным, а вот смириться с последствиями моего выбора было уже очень сложно. Не согласен, да, с ним? Ну, нет, знаешь, со временем ты, наоборот, понимаешь, что все, что не делается к лучшему, но вот подойти правильно и здраво очень важно, именно поэтому у нас сейчас в гостях Анжелика Лучинкина, первый проректор КИПУ, доктор психологических наук и доцент. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Ну вот сейчас мы знаем, что как раз-таки подводят итоги приемной кампании уже, да, в университете? Есть такое. И какие специальности все-таки у студентов сейчас самые популярные, вот, в Крымском инженерно-педагогическом университете? Вы знаете, каждый год, в принципе, есть специальности, которые повторяются по популярности, и не только в Крымском инженерно-педагогическом университете, но и во всей России. И есть специальности, которые требуют повышенного внимания, поскольку они необходимы Крыму, они необходимы стране, но являются достаточно сложными и за много лет, ну, развала предприятий забытые. Журналистика. Очень востребованная специальность. И в этом году я подозреваю, что бум не только в Крымском инженерно-педагогическом университете, но и в Федеральном университете. И, собственно говоря, мы помониторили ситуацию по всей России, на журналистику ежегодный бум, народ... Нет, был момент, когда было падение спроса, такой кризис журналистики. Но на самом деле, вот уже второй год, тенденция позитивная, и до 20-30 человек на место. У нас тоже, при том, что все-таки Крым небольшой и не очень много абитуриентов, тем не менее, у нас до 10 человек на место, на это направление подготовки шло. Это всегда популярно. Иностранные языки. У нас, нужно сказать, что очень удобно учиться на иностранной филологии, поскольку в нашем университете есть двойная специализация, когда английский, немецкий, английский, русский, английский, украинский, русский, крымско-татарский, английский, крымско-татарский, крымско-татарский, турецкий. То есть у нас вот такой набор филологический, и направления эти всегда востребованы, они всегда конкурсные. Ну вот это то, что дает в конкурс всегда. Идет некоторое падение, и опять эта тенденция общероссийская по педагогическим направлениям подготовки. И, в общем-то, с сегодняшнего дня мы объявляем дополнительный набор абитуриентов для тех, кто не успел или по какой-то причине подал на одно направление подготовки, потом понял, что это не его выбор или что-то произошло. Но всякое в жизни бывает. И человек может еще раз попробовать реализовать свой шанс на бюджетное образование в рамках дополнительного набора. Вот с сегодняшнего дня, то есть с 9 августа по 20 августа мы принимаем документы на дополнительный набор по ряду направлений подготовки. На сайте обычно это отражено. Собственно, у абитуриента есть еще выбор в этом году успеть уже в уходящий поезд. При том, что в Кипу очень сильная техническая база. Я сейчас об этом скажу. Вот вы понимаете, я сначала о педагогах скажу, здесь с педагогической подготовкой что происходит. Наверное, это и с обществом связано. Быть учителем оказалось не настолько престижно, как это было, допустим, 60-70 лет назад. Но не быть учителем, это значит не быть уже никем. Если нет учителя, то нет экономистов, юристов, психологов. Нет никого. Нет сегодняшних политиков. На самом деле, потому что все это начинается с воспитателя дошкольного учреждения, с учителя начальной школы. Это все те направления подготовки, которых мы готовим. Учителей, предметников. Мы в этом году, кстати, тоже по запросу Республики Крым открыли направление подготовки педагогическое учитель математики. Потому что в школах Крыма требуются учителя математики. И к нам неоднократно обращаются с запросом «дайте». Вот в этом году мы открыли для того, чтобы дать. И опять ждем абитуриентов, которые хотят связать свою жизнь с математикой и со школой. Потому что школа на самом деле, это тот трамплин, который, если пройдешь, дальше уже в жизни все покажется легче. От школьных педагогов очень много. А по инженерному направлению подготовки, вы знаете, совершенно правы. У нас действительно ВУЗ инженерно-педагогический, это и в названии ВУЗа просто закреплено. В этом году мы аккредитовали, не только лицензировали, но и аккредитовали все инженерные направления подготовки. Был первый бюджетный набор в прошлом году на эти направления подготовки. Я вам должна сказать, что и робототехника, которая в КИПУ развита, и программное обеспечение автоматизации станков, это все машиностроение, и автомобильный транспорт, и техносферная безопасность. Вот это все инженерные направления подготовки, которые открыты не потому, что вот захотелось инженерно-педагогическое университет, вот все посели-посидели и думали, вот давайте откроем. Что произошло? 23 года украинского периода, как бы я ни хотела не политизировать, все равно придется. Закрываются заводы, закрываются предприятия. И за это время мы вот много разговаривали и с руководителями заводов. Александр Сергеевич Баталин по этому поводу говорит, если бы не КИПУ, мы бы не выжили, потому что мы поставляли специалистов все эти годы, хотя бы вот держали на плаву эти заводы. Но оказалось, что нет инженеров, что нужны инженеры не просто рабочие. Ведь что было? Мы сотрудничаем, у нас есть базовая кафедра на заводе «Залив» в Керчи. На момент 2014 года, февраль месяц, у них было 270 работников. 270, сейчас 3000. Разница есть? Да, колоссальная, да. Так, а там же нужны инженеры? А завод пневматика, который, ну, он ОАО, но это предприятие, которое практически было закрыто в украинский период. Что с ним делать было? То есть у нас вот такого вот много, что было на грани выживания. Нужны инженеры. И тогда совет работодателей объединяется вместе с КИПУ, и мы обращаемся с предложением. А Совмин просит нас, это тоже было предложение, открыть инженерное направление подготовки. Мы их открыли, аккредитовали, но выясняется, что народ-то за это время переориентировался. Родители хотят видеть своих детей экономистами, юристами, а еще вот в этом году почему-то меньше хотят видеть психологами. Но мы подозреваем это связанное с результатами сдачи ЕГЭ, потому что для наших школьников это все было впервые. Экзамен оказался сложным, и не все школьники преодолели нижнюю планку единого государственного экзамена. Но вот и при этом, когда пошли они в вузы, оказалось, что в общем-то идти особенно нещим. Вот ситуация, когда действительно инженерные направления подготовки для Крыма необходимы, в сознании родителей они еще не преломились в необходимость, а ведь по сути это, мы хоть и говорим, нет мужских и женских специальностей, но это чисто мужские специальности. Хотя вот декан факультета инженерно-технологического мне бы сказал, нам и девушки нужны. Они так искренне в прошлом году радовались в одной группе девушки, потом выяснилось, что она очень такая, очень солидная, взрослая девушка, но группа все равно очень радовалась. Инженер не может быть не солидной. И вы знаете, да, у нас очень хорошее инженерное оборудование, то есть мы давно уже учим не на пальцах. В прошлом году правительство республики выделило 50 миллионов на закупку инженерного оборудования. В этом году на закупку оборудования выделено 150 миллионов, в том числе инженерного. Вы знаете, мы покупаем и закупаем оборудование, у нас на сегодня оснащен учебный процесс таким оборудованием. Нам бы позавидовали ведущие вузы России. Собственно, они уже завидуют. У нас были представители в Бауманке, которые говорят, ничего себе, ребята, у вас такое есть, у нас нет. Ну вы так, если честно, расскажете, что захотелось приехать и снять сюжет про это инженерное дело. Так что большое вам спасибо. Возможно, даже поступлю. Напоминаю, что у нас была Анжелика Лучинкина, первый проректор КИПУ, доктор психологических наук и доцент. Спасибо вам большое за то, что озвучили такой подробный ответ и целую палитру специальности, куда можно поступить.